Друзья, привет! Второе видео за сегодня, но просто я реально не могу остановиться, у меня такое вдохновение нахлынуло, что я просто весь свой ежедневник, у меня реально две страницы, исписанные планом видео. Сегодня своего рода такое признание любви к ютубу, потому что я реально люблю ютуб. И я хочу рассказать вам, почему я его люблю, почему я считаю, что это одно из самых лучших, наверное, изобретений человечества в последнее время. Ну, конечно, не всё на ютубе прям так радужно и прекрасно, но то, с чем сталкиваюсь я, безусловно, мне очень нравится. Это будет с точки зрения, как именно блогера. Вы знаете, что за всё время существования моего канала у меня бывали разные инциденты. Я два раза уходила, я два раза реально забрасывала канал. Первый раз это было, по-моему, один или два года назад. Я ушла в такой творческий отпуск на лето, но потом вернулась, я говорила, что я вернусь. И последний раз это было вот недавно, вы уже знаете, да. И я не буду вдаваться сильно в причины, но там и были причины. Но почему я неизменно возвращаюсь, друзья? Я не могу жить без видеоблогинга, я не могу жить без ютуба. Потому что вообще ютуб это своего рода огромный сгусток энергии. Это постоянный, знаете, круговорот энергии в природе. Мы постоянно обмениваемся какими-то эмоциями, какими-то идеями, вдохновением. Я возвращалась по той причине, что люди отдают мне добро. Они отдают мне позитив. Они отдают мне столько тепла и света, что я не могу ничего не отдавать взамен. Это невозможно. Вы знаете, как невозможно на добро, на улыбку отвечать злом и каким-то матерным словом. Ну, по-моему, это бесчеловечно, и меня это вообще не касается. И я не могу делать так, что когда человек мне что-то дает хорошее, позитивное, ничего в ответ ему не отдать. Я вообще очень люблю делиться чем-то позитивным, и если я что-то узнаю, если что-то в моей жизни происходит хорошее, я не могу вот так вот держать все в себе, вот я вот знаю, а тебе ничего не расскажу. Вот пусть только мне будет хорошо. Нет, я хочу делиться и считаю, что это основное призвание моего канала как-то вдохновлять людей, внушать им веру в себя, давать им почувствовать себя свободными. Это, собственно, знаете, такая моя маленькая миссия, которую я осуществляю на моем канале Ленни Лорен. Как бы это сейчас пафосно не прозвучало. Но канал дает мне осознание того, что я живу не просто так. Я действительно уделяю большое внимание каждому из вас. И каждый комментарий, каждое какое-то слово в мой адрес, оно действительно имеет для меня значение, особенно если я кому-то помогла. Даже если вы просто посидели за чашечкой чая со мной и пришли в хорошее расположение духа, то я уже снимаю не зря. Для меня это очень важно, поэтому я очень люблю вас и YouTube. Большое вам спасибо за это. Второй пункт, почему я люблю YouTube, я уже отвечу с точки зрения себя как зрителя. Это близкие по духу люди. Весь YouTube для меня, вот именно мой YouTube, YouTube, который я смотрю, это те люди, которые мне очень близки. Вы знаете, я считаю, что в принципе плохих блогеров не бывает. Есть блогеры, которые созданы для другой аудитории. Вы знаете, например, я раньше смотрела Машу Новосадк. Ее совсем раннее творчество, она мне очень нравилась. У нее были такие прям уютные ламповые видео, что прям вообще. Но сейчас я ее не смотрю, не потому что она какая-то плохая стала, нет. Просто на каждого человека своя аудитория. И если блогер вам не нравится, это не значит, что он плохой. Просто он для других людей, а кому-то он нравится. Поэтому я считаю, что в принципе плохих блогеров, наверное, не существует, если они несут в своих видео какую-то хорошую идею, какую-то хорошую позитивную мысль. Но, например, если говорить о каких-то очень близких по духу, это, ну, Дарму Скат однозначно. Вы знаете, что я очень люблю ее. Это Джилл Сноулайт. Девушка, которая снимает в основном о красоте, о макияже, о каком-то стиле. Но у нее также есть и болтологические всякие видео. Я просто вижу в ней, знаете, какой-то альтер-эго. Мы с ней как будто просто сестры. И, наверное, когда я выбираю блогеров, я руководствуюсь принципом, вот, пошла бы я с этим человеком погулять, поговорить, выпить кофе или нет. Вот с этими двумя девушками я бы с удовольствием погуляла, поговорила бы и сама бы угостила их чаем. То есть это такие люди, вот эти говорят, что вот одиночество в сети. И несмотря на то, что в мире огромное количество людей, многие из нас испытывают одиночество. Но YouTube стирает какие-то границы пола, возраста, социального статуса, образования, даже внешнего вида. И это мне нравится, потому что вы общаетесь с человеком как бы объективно, не оценивая его по внешним признакам, по социальным признакам и прочему, что сейчас вокруг нас плохо рядом. То есть мы общаемся с человеком просто потому, что нам приятно. И вы знаете, например, та же Jill Snow White мне абсолютно все равно, если честно, вот сейчас о чем она будет говорить, мне все интересно. Даже если она снимает какой-нибудь кламурный, супер-мега-крутой макияж с блестком, который я сама никогда не сделаю, я все равно смотрю на нее, у меня уже на душе тепло, потому что я вижу этого человека. И вот какая-то, знаете, родственная близость образуется. Вам просто приятно за ним наблюдать. И факт того, что вы включаете видео и смотрите на человека, который вам близок, это уже здорово. Поэтому, да, близкие по духу люди для меня очень важны. Из англоязычных мне очень нравятся Biohazard's Beauty, Рири Филлипс, Май Мачи, девушка из Дании. Это могут быть даже бьюти-блогеры, но это какие-то те люди, у которых похожая со мной энергетика. Я не буду смотреть человека, который от меня очень далек. Пусть он даже какой-то супер-мега-популярный топовый блогер. И я ни в коем случае его не обижаю, не говорю, что он плохой. Нет, просто мне он не подходит. Вот и, собственно, вся история. Третий пункт. Я люблю YouTube за ощущение некой психотерапии. Потому что существует много интересных вопросов, каких-то проблем, которые могут меня волновать, и о которых я бы очень хотела поговорить, но, допустим, в настоящий момент не с кем. Или тот человек, с которым я могла бы это обсудить, ему это неинтересно. На помощь всегда приходит YouTube. Ну, допустим, меня заинтересовала тема бодипозитива, тема child-free, тема какого-то искусства. И я хочу об этом поговорить. Мне хочется обсудить эту тему, как-то рассказать свое мнение, выслушать ваше мнение, и своего рода, опять-таки, обмен энергиями, да, друзья? Я рассказала на видео, и мне стало легче. И вы для себя почерпнули что-то интересное. Следующий пункт, почему я люблю YouTube. YouTube позволяет мне постоянно развиваться и держать себя в форме. И здесь я говорю и как зритель, и как блогер. Потому что я смотрю многих блогеров не только как зрителей, но и как блогер, это получается как-то неосознанно. Я смотрю на свет, я смотрю на фокус, который мне вообще очень редко выходит. Я смотрю, что есть многие блогеры, которые реально настолько ответственно подходят к съемке, что этим невольно заражаешься. Я смотрю одного парня, и он говорит, что он перфекционист. Он прям хочет сделать видео идеально, чтобы картинка была прекрасна, чтобы звук был замечательный. И это для него имеет огромное значение. И ты вдохновляешься этим. Ты берешь что-то у этих людей, привносишь это в свою жизнь. И это здорово. Ты реально начинаешь развиваться и работать как-то над собой, потому что понимаешь, что ты тоже можешь. Ты можешь лучше. И ты держишь себя в форме, ты постоянно работаешь над своей дикцией. Ты избавляешься от слов-паразитов, от чего-то, что мешает тебе делать видео таким, каким ты представляешь его в идеале. По-моему, это очень здорово. Последний пункт, почему я люблю YouTube. Вы, наверное, знаете. Я люблю YouTube за концерты, за живые лайв-концерты. Это одно из моих самых любимых времяпрепровождений. В принципе, на YouTube. Потому что я смотрю не только каких-то блогеров, но и просто концерты, какие-то клипы. Для меня это просто настолько эмоциональная разгрузка, что просто слова меня писать. Поэтому, друзья, это были все, по-моему, 5 пунктов всего лишь. Да, 5 пунктов, почему я так сильно люблю YouTube. Почему я буду продолжать его смотреть в дальнейшем. Поэтому, друзья, расскажите, пожалуйста, почему вы любите YouTube. Каких блогеров вы смотрите. Каким принципом выбора блогеров вы руководствуетесь для себя. Мне будет очень интересно почитать. Если вы можете порекомендовать мне каких-нибудь интересных блогеров, какие-нибудь каналы, то, пожалуйста, оставляйте в комментарии. Мне будет интересно посмотреть их тоже. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.